Итак, дорогие друзья, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Мишли и притчи царя Соломона. Начинаем мы их, продолжаем изучать, уже мы двигаемся очень хорошо, двигаемся даже уже к завершению пятой главы. Пятая глава достаточно короткая, и мы сейчас пятую главу быстренько. Маадим Лесимха, Змани Мухадим Лесосон, вот наш бессменный служитель Яков Шатадин, директор портала ВАИКРА, который его развивает день и ночь, вообще уже можно там комментировать, люди хотят комментировать просто все статьи, потому что там очень много статей, и чтобы хорошо изучать, надо комментировать всегда. Потому что есть известное исследование, что когда человек просто слушает, он запоминает меньше 10%. Если он слушает и записывает, то уже около 50%, особенно если потом просмотрит свои записи. Но если человек слушает, комментирует, то есть задает вопросы, пишет свои комментарии, то близко к 80-90% можно запомнить. Это поэтому у нас учат Тору в Хеврутах, то есть не просто, чтобы прочитал и забыл, а именно прочитал, обсудил, прокомментировал. Поэтому обязательно пишите в конце свои выводы, комментарии, вопросы, то есть нужно это обсуждать. Это еврейский способ изучения, который мы-то знаем давно, а в мире сейчас только его открыли. Что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому дает возможность и учить, и обучать. А кто учит для того, чтобы делать, тому дает возможность и учить, и обучать, и запоминать, и делать. Это в Перте вот мы учили. Ну очень по-простому, пишите комментарии, задавайте вопросы, пишите свое мнение. это очень принято в еврейском мире то есть комментировать выдумывать новые такие комментарии есть известная история как в одном городе там около 150 лет назад умер один человек и завещал своим сыновьям похоронить его записи он когда изучал тора он записывал похоронить вместе с ним и они пришли к раввину по-моему ради ваидер и и говорят ему вот скажите отец сказал это сделать а вдруг там какие-то ценные записи мы же не знаем всю жизнь писал и когда изучал тора свои комментарии может это какой-то там супер комментарий может он скрытый праведник например да и как же мы похороним это и мир не будет знать значит раввин говорит но вы принесите тогда почитать и если если там будет что-то ценное так мы просто перепишем и выполним его волю выполним его волю тоже то есть мы только что он писал мы похороним как он сказал но у нас останется вы перепишем мы перепишем если это будут ценные какие-то мысли но приносят они значит его записи как раз открывают на стране на главе есть глава как лестница в небо как яков заснул и увидел лестницу во сне которая была ее и подножие было установлено на землю а она уходила в небо и по ней ангелы опускались и поднимались и там в этом скрыты тайны мироздания там невероятные и он читает его комментарии начинается комментарий обычно с вопроса он говорит вот мы читаем про эту лестницу и возникает вопрос а зачем ангелам лестница у них же есть крылья так он задал вопрос зачем ангелам лестница у них есть крылья и отвечает же сам на него так принято в комментариях что ты вначале задаешь вопрос потом отвечаешь он отвечает а говорит здесь ответ очень простой говорит это были маленькие ангелы у них еще не выросли крылья это были дети ангелы дети у них еще не выросли крылья но этот равен говорит знаете можете хоронить его комментарии то есть комментарии интересные но говорит можете его хоронить спокойно не переживайте значит поэтому когда мы комментируем и комментируем не для того чтобы удивить кого-то своими комментариями а для того чтобы просто запомнить и лучше разобраться в теме хорошо двенадцатый отрывок пятой главы мы закончили на том что в одиннадцатом отрывке царь соломон шлома мэлок предупреждал слушателей он говорит так что если ты будешь он говорит раздавать свою силу посторонним женщинам или метафорично изучать будешь чуждые философии до выдуманной философии скажем так что вот эти вот все чужие женщины на чужие философии до которые идут не от бога их выдумали люди для чего выдумывают люди все философии для одной причины чтобы оправдать свою порочность и свои порочные желания например я знаю что карл маркс например да у него не было денег и он придумал коммунизм для того чтобы весь мир насилия мы разрушим до основания затем мы наш много мир построим кто был не тем тот станет всем то есть он был не тем и он хотел стать всем работать он не хотел то есть деньги зарабатывать он не знал как и он решил что нужно забрать у всех у кого есть деньги и раздать ему кого денег нет а так как он будет распределителем ну то есть он эту идею придумал он надеялся что он будет на вершине пирамиды и он как бы на это надеялся но его из выгнали со всех стран. Он был человек без гражданства. Умер он в Англии. На похороны пришли 11 человек. Так пишет Виттипедия про Карла Маркса. То есть у него не получилось. Но у него был помощник, такой друган Фридрих Эндельс, которому нравилось... Он был человек, любивший разврат. Есть люди, любят разврат. Есть люди, которые любят деньги. Почти все любят деньги. А есть люди, которые любят разврат. Не все любят разврат. И Фридрих Эндельс очень любил разврат. А у Карла Маркса в его системе был разврат узаконен. То есть можно было... Он говорит, что семья это устаревший институт. И как бы все имеют право свободно с тем хотят. И значит, вот мы видим яркий пример философии, которая была создана для того, чтобы оправдать грабеж и разврат. Вот все философии, они об этом. И предупреждают наш слома мыла. Что если ты оставишь Тору, то есть оставишь взгляд Бога на мир, который он сказал, что вот это добро, это зло, это правильно, это неправильно. И он говорит, будешь тогда внеамта бахаритеха бихлот басареха в шареха. И будешь ты кричать страшно в конце твоих дней, когда закончится твое мясо и твое имущество. То есть все люди, которые повелись за коммунистическими идеологиями, они закончили свою жизнь в ладерях и были уничтожены. Да, вот весь коммунизм. То есть 200 миллионов погибших, разрушенные страны и все. Это придумало два человека, чтобы оправдать две своих порочных желания. Теперь дальше. Предупреждает дальше, какой будет текст у человека, который отказывается от идеологии Бога. Я думаю, что когда Троцкого рубили топором, он как раз и говорил, вот этот вот 13-й отрывок из Мишли, он говорил так, когда его рубили топором. В Эло, Шамати, он говорил так. А, вот так он говорил, 12-й отрывок. В Амарта, и скажешь ты перед смертью, Эх, Санети, Мусар. Скажешь ты перед смертью, как же я мог ненавидеть, Мусар это наставление, наставление, но какие наставления мы учили? Мусар это от слова Ли-Я-Сэр, давать страдания. То есть Бог, когда хочет человека направить на правильный путь, Он его направляет вначале легкими страданиями. Он ему дает такие кусочками намеки, да, как желтый сигнал светофора. То есть когда ко мне обращаются люди и говорят, я в жуткой ситуации, и рассказывают мне, как годы до этого, а они страдали со все увеличивающейся амплитудой, и они на это не обращали внимания, и не меняли свой путь. И потом они говорят, сейчас я в яме, как мне отсюда вылезти, да. Например, там человек с лишним весом, да, к примеру, лишний вес, он приводит потом, не дай Бог, к болезням. Это страшная вещь. Но лишний же вес, он не попадается в один момент. Он поднимается годами. Это был путь, когда Мусар, это когда Бог дает по чуть-чуть, по чуть-чуть, он дает страдания, чтобы человек посмотрел на них и стал на правильный путь. Но если он не становится, то тогда доходит до какой-то точки, когда уже иногда исправление невозможно. Если человек с кем-то ругается, например, да, и он, начиная со школы, он конфликтный, он конфликтный, он тут поругался, там поругался, здесь поругался, большая вероятность, что этот человек потеряет все свои деньги, разведется несколько раз женой, и останется один без друзей. Почему? Ну, вначале-то у него были просто легкие конфликты, а потом эти конфликты переходят в какую-то уже вещь, которую нельзя исправить. Это Мусар. Значит, Мусар это идет через страдания. И скажешь, ты, говорит в 12-м отрывке царь Соломон, эксанети Мусар, как же я ненавидел эти страдания. Обычно люди ненавидят страдания. И только умные люди, они любят эти страдания. Почему они любят страдания? Потому что, когда человек относится к страданиям с благодарностью, он принимает Бога. Он говорит, а, я понял, это мне сигнал от тебя. Значит, я должен, спасибо тебе за этот сигнал, все расшифровал, понял, поворачиваю на другую дорогу. Мало этого, Мусар, страдания, дает мотивацию, дает мотивацию идти в правильном направлении, потому что человек хочет убежать от страдания. Но если человек сонное страдание, так он бежит в другую сторону. То есть, если он страдания осознал, и он понял, что Бог ему дал хороший сигнал и расшифровал, в какую сторону бежать от этих страданий, то он исправляется. Если же он ненавидит эти страдания, значит, кого он, получается, ненавидит? Он Бога ненавидит. Он начинает воевать с Богом, он начинает бороться с самим страданием. Это как, и что? Дальше, естественно, идет он по пути, потому что, он со своего пути не сворачивает. Дальше идет сильнее страдания, сильнее. И поэтому в 12-ом отрыве, еще раз, как умно так сказано, да? И скажешь ты, как ненавидел я мусар, когда уже будешь стоять на краю пропасти или уже лежать в пропасть, или лететь в пропасть, да? Как же я ненавидел мусар? Ветухахат на Ацлиби. Тухаха это не мусар. Тухаха, это вот сейчас, то, что мы делаем, это мы читаем Тухаха, наставление Шлома Амелыха. Тут нет никакого страдания. Но от этого страдания не Ацлиби. Как же мое сердце от него отказывалось, да? Просто послушать мусар. То есть, страдание, ты не можешь его не заметить, мусар, да? То есть, это больно. Наставление Тухаха, это, ну, там Шлома Амелых сказал, ну, Бог сказал, ну, Тора сказал, ну, папа сказал, ну, мама сказала, ну, там, участковый сказал, первый раз предупредил. Ну, в суде отпустили, на пару, сказали, там, первый срок обычно дают условно, да? И говорят, смотри, мы тебе даем срок пять лет условно, в суде говорят. Условно, это значит, что у тебя, вот он начинается с сегодняшнего дня, если ты за эти пять лет ничего не сделаешь противозаконного, значит, ты пять лет, спокойно пройдет пять лет, и ты свободен, с тебя снимается. Но если ты в течение этих пяти лет совершишь еще раз такое же действие, говорит судья, значит, мы тебя посадим на пять лет вот этих, которые условно над тобой, и тебе дадим срок за новое преступление. Так вот, каждый человек, который, который живет, написано, нет садика, который бы не грешил, в Каэлете написано, каждый человек, который живет, над ним уже висят десятки условных сроков, десятки. То есть, каждый день мы что-то делаем не то, написано, что мюд, рубамбы, гейзель, большинство в грабеже, Карл Марс не, не единичка, да, не единичный случай грабежа, грабителя такого, большинство людей где-то как-то, кому-то не додали, где-то там забрали, где-то не доплатили, и так далее. Большинство в грабеже, в Талмуде написано, мьют барайот, меньшинство в разврате. Особенно сегодня, очень тяжело проскочить мимо этого всего разврата, потому что он везде тебя догоняет, с любой рекламной площади, на тебя смотрит, какое-то уже начало разврата, да. В Кулямба Авак Лошонара, все до единого, все. Авак Лошонара, это пыль от Лошонара, значит, ну, большинство, можно сказать, тоже в таком Лошонара, лимядрин. Что такое Лошонара? Злоязычие. Злоязычие, это когда ты позоришь человека своими словами, когда ты кому-то рассказываешь что-то плохое о другом, вообще без всякой пользы, просто потому что ты другого человека хочешь позорить, а себя возвысить. Это, ну и так далее, то есть Лошонара, это злой язык дословно производит, и практически все в этом грехе. Значит, за грехи есть наказание, так мир устроен. Значит, получается, над каждым висят условные строки, вот эти вот. И нам об этом сообщает Шлома Мелых в 12-м отрывке, что когда уже придет расплата, когда человека уже ведут в тюрьму, он говорит, как же я мусар этот не замечал, как же я отказывался слушать увещевания, это же так было понятно, просто, просто, ну, что делать, это же понятно, сур-мира-ва-сетов, отодвинься от зла, делай добро, займи свое время деланием добра, и у тебя не будет времени на зло. Учи Тору, выполняй заповеди, учи профессию, работай по профессии, став себе цели, то есть заполни свою жизнь, как в Перте вот нас учили мудрецы, яфетал мутара им дэрэхэрэц, прекрасно совмещать изучение Торы с дэрэхэрэц, с какой-то профессией, но этим тоже всем надо учиться, заниматься. Развлечение, это путь в пропасть, это понятно, убитие времени, не работать. Хорошо, тринадцатый отрывок. Вэлло шамати беколь морай, говорит человек, который летит в пропасть, не слушался я голоса моих учителей. Вэлли миламдай ло итити азни, и для тех, кто меня обучал, не склонил я ухо. В чем разница, объясняет Малбин, между море и миламид? Море, море, это человек, который обучает. Вот я сейчас обучаю, я рассказал, рассказал, можно услышать, можно не услышать, можно понять, можно не понять. Это море, он показывает, он просто показывает какое-то знание. Миламид, он человеком меламед, он его надрессирует, натаскивает, он ему говорит, а ну, повтори, повтори, как ты понял, повтори. То есть, есть учителя, которые меламиды, да, это тот, который проверяет, насколько человек понял, насколько человек понял то, что ему рассказывают. Это меламид. Муре – это тот, который показывает Дерек. Муре Дерек, понятно. Давайте так, что каждый в конце напишет, я буду Миламед, я буду не Муре, а Миламед, напишите в конце три вывода из урока. Вот закончится урок, обязательно напишите свои три вывода из урока, и может даже вопросы какие-то, которые у вас возникли, и не обязательно, что я отвечу на эти вопросы, может отметить кто-то другой на эти вопросы, который слушал этот урок тоже, написал свои выводы. И когда вы обсуждаете что-то, вы запоминаете. Якоб, сядь и не двигайся. Сядь и не двигайся. Это у меня сын тоже, я пытаюсь тоже сын, чтобы услышал. Вот как тяжело, да? Хорошо. Четырнадцатый отрывок. И вот прямо конкретно, как шло Мамелых, видно, что такое пророк, да? Он, наверное, и сюда заглядывает сейчас с неба и говорит, почти был я во всем зле. То есть, человек, он, до того, как он полностью погрузится во зло, да? У него есть шанс вылезти. Но тут дальше он продолжает четырнадцатый отрывок. Почти был я во всем зле. Бытох, кааль, ваеда. Среди общества и общества, да? Значит, кааль, ваеда. Что это значит? Да, есть кааль, это простой народ, а есть эда, это эда хахамим. Это люди, которые знают хаксамэх, знают, люди, которые знают мудрость, да? И, значит, кимат, он говорит, это Значит, он говорит, кимат, слово это сокращенно, да, кимат. Кимат это чуть-чуть, да, и был я во всем зле. То есть, из-за чуть-чуть, имеется в виду, из-за чуть-чуть удовольствия, из-за чуть-чуть какого-то, ну, вообще, такого тупого следования за своими вожделениями, и я попал в такую яму. То есть, попал в такую яму в болото. Бытох, кааль и ваеда. И это еще... Вегам, шибау, ратэб и фарэсия. Бытох, кааль, ваеда, бигдэ, беззайон и кацав. И потом приходят они еще беззайон, позор, публичный позор, да? То есть, если посмотреть на общество, ну, вообще, общество в целом, то оно устроено примерно так. Значит, ну, большинство людей, они не знают, как правильно жить. Они не учат Мишли, они не учат Тору. Они просто живут, как, ну, как живет большинство. Значит, большинство живет, не достигая никаких в жизни результатов, болея, ну, то есть, в ужасном физическом состоянии после 40 лет. Это большинство. Есть люди, которые, там, в 70-80 лет бегают марафоны. Это меньшинство. А есть люди, которые в 40 лет не могут ходить. Это большинство. Есть люди, 2000 человек в мире, которые миллиардеры, заработали больше миллиарда долларов. А есть 7,5 миллиардов людей, которые каждый месяц не знают, как довести месяц до конца и живут в минусе, да? У них есть минус банки, то есть, у них не хватает на жизнь, просто не хватает на жизнь. И есть люди, которые имеют счастливые семейные отношения и их единицы. И есть больше половины, а сейчас я слышал уже, что цифры, там, чуть ли не 70%, которые разводятся, да? То есть, большинство людей не знает, как жить правильно. И самое страшное, и учиться они не хотят. Учиться они не хотят. Теперь есть возможность всему научиться. Но вот этот вот путь, так Бог специально сделал, что падать с горки намного легче, чем лезть на горку. И когда человек постепенно, постепенно, он падает с горки, он падает, 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 он как будто бы этого не замечает. А потом ему надо лезть, и он каждый раз на каком-то этапе пытается сделать шаг наверх, шаг наверх. Тяжело, он опять катится вниз. Опять шаг наверх, шаг наверх, катится вниз. И потом он в яме. И мало этого, что он в яме, он уже не верит, что он может из этой ямы вылезти. И он смотрит вокруг. А вокруг все такие же. А какое у них есть единственное счастье? Какое у них есть возможность почувствовать себя чуть лучше? Это позорит другого. То есть и начинается вот эта лошонара, ты на этого посмотри, он такой, на этого посмотри, он такой, на этого посмотри, он такой. И они себя еще глубже закапывают. И если им показывают примеры, примеры людей, которые да, добились успеха, да, они могут без рук, без ног зарабатывать миллионы, как Ник Вучич, они могут без рук, без ног жениться и потом иметь четырех детей, да, они могут без рук, без ног написать там несколько книг. И когда показываешь и говоришь, смотри, вот у него была только одна черта, желание и настойчивость, и вера в Бога, он верующий, он христианин, но они христиане верят в те же самые книги, что и евреи, плюс у них есть немного, то есть три четверти христианских книг в Библии, это Тора, и одна четверть это то, что, ну, как бы интерпретации, интерпретации того, что там написано, ну, какими-то там простыми языками, потому что они миссионерами были, они ехали в Африку, куда-то туда, и они, именно, это интерпретация на африканские, грубо говоря, да, по-простому, но три четверти книг, это Танах, те же самые Мишли, то же самое там, Экклезиат, все они изучают, Ник Вучич, как раз, он очень верующий христианин, который именно изучает книги, первое, я сейчас встречался с его братом, долго мы разговаривали, Аарон зовут его брата родного, Аарон, как Аарон, брат Моше, и Аарон, его интересовало только одно, вот, что такое цицит, конкретно, чтобы я ему объяснил, вот, пока, ну, почему именно мы их носим, как это работает, и Мишкан Шило, вот, его Мишкан Шило больше всего интересовал, да, ничего его другого не интересовало, это Аарон. Так вот, к чему я говорю, что, когда показываешь таких людей, так, те, кто болел Ашон Ара, те, кто говорят Ашон Ара, они их говорят, да, это нереально, это невозможно, то есть, они говорят тогда Ашон Ара, но вообще на весь мир, что это нереально, невозможно, все реально, все возможно, каждый из нас может выстроить вообще жизнь полную счастья, но для этого надо работать, надо конкретно привыкнуть к тому, что Липум Цара Агра, чем больше страдания, тем больше награда, и этот мир, он не предназначен для удовольствия, этот мир предназначен для чего? Для работы, для работы над собой, над своей душой, над улучшением мира, и тогда, тогда, давайте мы чем-то позитивным закончим, 15-й отрывок позитивный, на нем и закончим. Штемам ми бореха, он говорит, пей воду из твоего колодца, он говорит, пей воду из твоего колодца, напоминая, намекая на Тору, что в Торе есть все, не надо искать никаких коммунизмов, никаких социализмов, никаких там идеологий, все, есть все в Торе, пей воду из своего бореха. Бор это то, куда стекает вода, то есть, было два типа колодцев, есть тип колодцев, в которые собирается дождевая вода, это бор называется, и есть продолжение этого отрывка, 15-го, пей воду из ямы, вот это вот, колодец дождевой, венозлим меток береха, и будет течь, дословно, изнутри твоего колодца, бер, это колодец, который питается от, от источника, как, есть источник, родник. Так в чем разница? Вначале собери знания Торы, собери в себя знания правильные, а потом оно начинает из тебя уже идти, ты начинаешь эти знания производить сам, и у тебя внутри это все становится как Маяна Медгабер. Все, значит, мы сейчас приняли, это мы собрали знания Торы, знания Шлома Амелых, царь Соломон, в моей интерпретации, собрали из дождевая вода, с неба, а теперь сейчас каждый напишите свой комментарий, что вы поняли, какие выводы вы сделали из того, что мы проучили, это будет как уже БР, как личный внутренний источник. Все, я вам желаю Маадимли, Симха, сейчас время специально, 7 дней вот эти вот, они для радости, но самая большая радость это изучать Тору, самая большая радость выполнять заповеди, поэтому мы чуть-чуть порадовали сейчас, порадовали сейчас, сейчас каждый будет радоваться в отдельности. Всем желаю Маадимли, Симха. Симха, радость это главный ингредиент того, что человек живет правильно, на правильном пути. Все, удачи, успехов!